вчера попросил ребят пойти поймать тут на этой голубятне сезарей вчера мы с Виталием переловили и я их закольцевал вот такие на ножках чтобы видно было мои или не мои вот такая вот на стрих из такой вот нашел тряпки но более яркой не было где-то а там труднее там прямо на крыше и и там высота на крыше это калашниковский дом 4,5 метров если не больше и поэтому где крыша сама начинается там еще она разбита как бы на два я сказал Володя иди и возьми Виталия приучай его ко всему чтобы покажи ему в темноте надо дождаться темноты это поздно голуби в темноте не видят аккуратно и брать в коробку принести утром мы их скорее закольцуем скорее и отнести туда не спугать здесь этих закрыть не мог почему не залетел не залетела сейчас утром пошел на этой голубятне залетели один кажется не залетел я уже закрыть не могу теперь эти будут из одного того друга сидеть все заперти на этой чтобы они совместились а сейчас спрашивает и лазил нет стоял светил то есть безразличие вот такое к жизни ты я не могу тебя стронуть ты на хлебник как за паразитом прожил жизнь сколько ты мог научиться здесь видите и лезет Володя ну Володя ты уже был дай я полезу покажи как делать то но совершенно нету этого вот кто-то бы делал за тебя а жену только ты сам можешь осеменить а уже соседа не просишь вроде бы он научился позор один это разве жизнь такая даже не назовешь везде как-то леса учит курицу приносит лисята учиться волк ягненка принесет живого ничему не учитесь вот и утром сидят голуби здесь ладно я сказал вы ко мне постучите мы вечером бы сделали но не сделали ладно Володя это сделал там у меня пощадил я не раздевался прилег потому что ну время-то позднее все там 11 сегодня 20 минут второго я уже на ногах больше уже не ложусь все а сейчас время он уже смотри 6 час я уже с интернетом закончил тебя я призвал сюда прийти сюда вот они кучи там дышать нечем и важно вам даже нужды нет нет бы утром пришел скорее давай давай я сейчас разберусь что это такое совершенно интересуется безразличие вот они что там набрали на переворачивай держи одному никак нельзя здесь потому что вот держи первых ногами не не жми крылья переломаешь то дай сюда даже держать ты не можешь вот как должно быть крылья чтобы здесь у него ровненько были что-то у нее крыло то мне не нравится вот так вот перевер вот я держу ха я же правая ножка не дави только лишь у него даже этот хохолок откуда он у него хохолок этот я еще еще не знаю вот сейчас буду пришивать а дальше вдергивать будете гуля моя гуленька хорошая гуля правая ножка вот это вот вот смотри как потому что раз это мои мне больше не надо а тут могут прилететь чужие мне надо знать какие еще уже его дальше ну еще сейчас мы сейчас сейчас ногу не пришить никакой утром звоню никита мне звонит благодарю никита но думаю я сейчас беру сигнал это кончились он даже не догадывается раз сигналы я не дал дальше ты слушай сколько сигналов ты 7 сигналов дал я не я не беру никогда то есть чтоб пробудить еще ни разу не будил это контрольная я боюсь проспать на утреннюю молитву здесь ничего этого нету я прерываю думаю сейчас он возьмет и мы договоримся с виталем прибежите быстрее быстрее надо сделать светает уже душа рассвело никаких не берет второй раз опять сбросил я спрашиваю никита почему сбросил это разумение гнать тихо нашли могу не ответить никак то есть и вариант чуть-чуть только изменился обстановка не до вас один щечень из десятки перехлёшь таких совершенно не думаете так вот и мне сейчас вот я его вот так давай-ка сюда видишь у него какой он очень интересная у него шиньонщик подожди 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 гуля 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 что это означает не знаю теперь надо нести туда бой вот так на выдергивай иголку знаешь это называется иголка я уж тебе не знаю что говорить еще не говорить держи не урони вчера утопили вдергивай вдергивали вдергивали знаешь что сейчас запутаешься продёрнул держи иголку в руках а и нитку дай учись завязывать одной рукой так вот так вот раз смотри как ее так накручиваешь вокруг пальцы его так опять сюда затянул все узел одной рукой два пальца участвует три пальца не умеешь нет конечно зачем я в городе живу в городе тебе все сделает это как если ты гузно подотрут в туалет сходишь как протопопа вакуум писал ником я тебе говорю ты не знаешь это не мои слова дальше бедненькие сидят здесь уже давно бы выпустили вчера бы выпустили вот какая маленькая вот она какая держи сядь на место вот так зажимай и не урони посмотрите что у него на ногах налипло все это убрать потом уберемся это они у меня остаются а зачем они дикари нужны а затем что голову перестали болеть я еще не знаю этот эксперимент уже нашел что один к трем то есть три части должно быть белых моих так подожди держи 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 ничего не будет подожди ты какой что у него здесь это убрать с ножек теперь я вот тряпочкой обматываю ее к культурным вот она ее привязать она соскочит но я ее пришиваю пришиваю плотно и она держится этот считай сколько ты считать сам не додумаешься а ничего не сказали то есть все везде чтобы сказали городской человек вот которые такие как то не знаю только то что даже животное бессловесное знает тем расливает себя то есть не интересуется все насколько ты мог узнать какие птицы камыш переход то сидим дорогой что то есть чтобы я не увидел я сразу делаю вывод это вот такое то почему это вот выходит из-за это так вот киса здесь летает это означает вот то 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 есть мы не знаем кто там был бульдозер я сразу сказал что это за бульдозер из был какое него какие знания то есть я как будто с ним рядом был вот это он сделал сход здесь это сделал человек который недалеко живет иначе ему это не надо было делать а ты идешь слепой совершенно слепой не 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 знаешь как она что делается почему это делается почему голубь не любит и вот сейчас он голос такой у него ворковать его не может вчера не заметил один загнать не может это первый голубят не сейчас рассуда в петельку сейчас 2 чтобы узел не развязался а холодная вода щера хлебнул вот если длинная веревочка он повисит на ней где-то если короткая соскочит даже это это надо знать вот где она тут у меня не пошла теперь обрезать придется дальше все сейчас подожди завяжу это вот мы утром сегодня воскресенье 12 это я его поймал барнауле и сюда привезли его спать так опа а это местный местные гана с крылышками какие тоже дикарек но белая почему у него белая здесь то ли он на женился на белое здесь или что не знаю но это у меня под сомнением я его не привозил сюда и газетка там уже сколько время они сидят запачкана ты стал и даже не торопишься вчера надо было мне стукнуть в двери я не не раздевался они были уже там они не томили здесь там жаркого у них а вам нужды никакой нету ни один не лишь сколько этого не было в ни ногах не я не топтались тоже в кале своем а ты лег спать то есть вот этот беспечность ну даже не вопиющие держи я бы его убрал но его у него хохолок может быть даже порода будет другая я не поет теперь я держу их среди своих и они мои перестали болеть что из них говорят вот ну птичий гриб там или вот я грязь заболели голуби вертлящика назовут почему на это бывает дикарь залетит и он заразил в воде меня так странно как дикарь заразить может мои голубей ну то есть не знает трафаретный придумали к куриный птичий гриб вот тут 400 охотников это 400 представь армия целая указания дали пошли отстреливать уток а как они из-за границы принесли этот гриб и теперь наши курицы болеет и оказалось все фальшь 400 сколько не уток понабили уток уток стреляйте их и нам на исследование во-первых кто стреляет промышленность работает пороховой завод работает у утки падают их на ранее отдают питается кто-то ни одного случай не нашли за разную ни одного и оказалось это афера придуманная никакого птичьего гриба вообще не существует сегодня говорят афера то еще и спит должны были по расчетам тоже вымереть все континента ничего нету а сколько стрелец сколько людей отпускали и тут они реабилитация там и люди то ничего не знает это много-много миллиарда долларов это афера была протолкнули пока ее а дальше уже заработала все не остановить какой по счету это а 4 4 4 до ну давай я же не ошибаюсь вот мы сегодня сейчас посмотрим я попутно говорю чтобы время не проходил вот он как конечно ножка у него вот между ножками вот он уже выскочен вот видишь как это что он орванулся из рук и вылетел это моя вина не ожидал так ничего не сделать еще не подбери хоть и он орванулся и у него я перышки то держал с него вылетели сейчас его пойдет придется там ловить видишь как вчера бы ничего этого не было мы их посадили туда ничего он совершенно нормальный вот сюда вот без ведро так где он вот он или хорошо подожди так часто мигать будешь выключи свою тут так держи маленько сейчас на меня чуть-чуть только повернешь назад давай хорош не надо все включать свет видишь как они в темноте ничего не видят поднимай ты чё такой а с охолочком так уходи ка ну долго собираешь он орванулся и перышки с него посыпались дальше это то что непредвиденное тут моя вина на было сразу сажать а я начал тут раз усоливать показывать ох какой сильный на держи стереть молодняк я же и теперь второй раз не отпустить надо ножки очистить сначала почему потому что они не за это не занесли легли спать и сейчас утром не могу дозвониться володе дал тоже сигнал вы отрезал прибежал сам я бы зачем ты нужен какой-то по счету но на 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 держи смотри не вырезал тут ногу повредим ему ворщит нет видишь как вот вчера где ходили с тобой тебе все это должно быть ты дневник то вишневе не ведешь видать да и все что с тобой я говорил вчера все прахом прошло не то этот роман едет уже в дороге едет дорогой я раздает евангелие информирует понятно как через skype не разговаривает а так пишет вот так двойным узлом нервный какой вот как делается и это опыт и опыт у него каждого голубятника такой свет это у меня в течение года не будет болезни я могу опубликовать материал как я делал этих-то как поймал я сделал такая лавига как вот пельмени ловят а потом прикормил они у меня с рук стали есть но никак не могу поймать но 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 смотри на ногах что налиплый хвост все запачкана из-за того что вы хорошо спали это вчера все можно было сделать подожди руки даже вытереть не даст сказал я буду здесь я не отхожу я вот он рядом здесь я не слышу не брякнули ничего но это я отношу к володе скромности чтобы меня не подбеспокоить уронил где-то тут это с пометом сих а может быть постой 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 вытереть надо хвостик он запачкали вот такие вы помощники вот это из барнаула привезли сюда один раз игорю дал ввести он среди вещей поставил коробка опрокинулась а отверстия какие она привез еще каша бесполезно бесполезно говорить этот раз тоже поставь чтобы ветер был со всех сторон гляди и хороший человек а вот не приучен к этому интересное дело в алтайской правде статья появилась а наталья сухарева журналистка она там лауреат каких-то премий сухарева наталья теперь она видимо не сухарева тепляков сергей тоже корреспондент очень хороший женился и она большую статью поместила интервью с голубятником и заголовок начинает начинается у злого человека голуби не водятся понятно на меня который нападает я на абсолютно на сто процентов уверенно голубей не держит с такой злобой и прочее когда эта статья была при том она на развороте такая большая у злого человека голуби не водятся вот так я тогда сестру спрашивала у старообрядцев а поищи у старообрядцев кто держит голубей или нет я и знаю свирепый нрав такой то другое год прошел она нет нигде нету спрашивает старых старообрядцев кто по россии ездит и находясь отвечает в красноярске один держит вот это да старообрядец голубей держит вещь невиданная да ну пойдем пришел недавно из никоньян как они называют православных никоньянами разузнали так и есть вот так и пришел в этом году а там держит я знаю заключенная есть держит которые даже майкл тайсон держал голубей держит ли голубей людьми лазыкиных брежнев там хрущев я уже называю там такие которые вообще известны и а что от них не знаю я знаю голубей казать запретили егиловцы там держать и что-то идил вот это убийство взрывы еще одно доказательство у злого человека голуби не водятся могут водиться другие сколько шесть так давай-ка мы сейчас с тобой сделаем держи не уроне держи вот так иголочку дальше будем делать вы не сообразили я в молоде почему ты я тебе позвонил и ты меня выключил а я думал я нужно это и не нужен и я бы сказал раз я прервал искал ты помни это если я прерываю твой звонок это означает ты должен говорить я не по пустякам не буду ты сколько мне звонишь я никогда не захватил держи они мне не видать решение уже варкует надо не нанести тут у меня только четыре а тут большая голубя те не вижу слепком тут вот так ну-ка мои хорошие голуби о пау какой серьезный держи по 3 вот он как с него перо то лезет чуть-чуть только что то они сидят там видимо и поэтому перо такое слабое 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 держится давай-ка мне нужно узнать чтоб чужие не зрители прижми ножку тонну одному никак не сделать между рук не зажмешь потом надо прочистить россии там все и новый застелить придем вы это как у заключенные говорят считаешь западло это голубями я тут ухаживаю это очень полезное занятие когда ты сильно переутомлен вот у меня бывает минуты нет отдохнуть а я голубям залез и все посижу там сколько у них послушал их вышел как обновленный вот видишь вот начни завязывать не завяжешь а тут сама завязалась сегодня тут придется обрезать потом а почему не знаю лишь сколько напутал нас теперь можно выщеркнуть это потому что где вот это вот торчит это он зацепиться насыпется и повиснет а то как будто не было вон на девичину осталось осталось не знаю почему засыпляется сама нитка завернется длинную очень длинные ну может и длинные это по-мужски длинная нитка женщина так не делает воркует а в чем польза дневника очень польза дневника да но в первую очередь кто и ведет у допустим печатая дневники чехова как он думал очень полезные дневники считать правителей каких-то кое-что записывал этот дневники не вел гитлер ты смотри чтобы я тебя не ткнул я не вижу где рот-то не раздевай в рот заеду тебе с пометом голубином ты можешь проверить к моим дневникам обращались следователи искали там и они у меня шли по делу как документы когда меня судили-то когда у меня кто был кгб искали там кто мне дал архипелаг гулаг видишь как а лично для вас вот вы стали вести для чего он вам нужен а я даже не знаю что он вам дает ничего я не знал а то мне было сейчас могу сказать десяти лет примерно я веду 60 тысяч лет ни одного дня не пропустил ни в тюрьме не в лагере не в больнице нигде я не могу этого объяснить маленький ребенок было теперь я знаю это научение справка я обращаюсь кроме того подробности ссылаюсь я пишу очень краткий дневник подробности для другой я пишу в письмах у меня другое что это дает это моя жизнь вот спроси когда ты приехал ты помнишь два года пройдет ты даже год не вспомнишь вот я абсолютно все знаю ко мне обращается а когда была бабушка а когда умерла а вот другое письма и где мы ездили я отчет дает отдельно не в дневниках даже билеты что мы были василия блаженного в эрмитаже в эрмитаже в третьяковке ехали дорогой какие билеты были почем стоили у меня все написано много писем писал а письма до чего пишут письма до чего пишет сейчас уже не пишет письма сейчас письма не сейчас контактах обожди а как то наши сейчас не пишут вот ты сказал слова твои теперь как основном в основном добавил уже а что основной кого что считать за основу ты спроси большинство людей так скажем а как кон конверт это для чего продают если не пишет никто ну это там по работе пишет пара организации организациям вот такой только тогда потом суд суды пишут там частный человек не пишет ну очень редко называется пистолярное наследие у меня есть песен переплетенные только после суда когда сожгли все 77 томов по 650 страниц все переплетено представьте 77 томов в год у меня уходило 1200 писем 1200 конвертов и вот сейчас мне только сегодня показали только в контакте поздравление мне пришлось примерно 450 и администратор там пишет значит люди знают что вы нужен и для них это и другое сделали вот какой сезарь лишь какой чисто связи сейчас вот я вот туда унести надо отпустить а это похоже что это голубка вот она на какое-то на правой я не встретил где на левое на левое не поймали его это мой вдох дому меня вывелся нынче откуда у него красная жадко ряду от моих рук правая держи это взрослая это ее дети там которые есть видимо так вот сколько там они оправились и теперь надо забрать вот маленько хотя бы приобщишься вот сегодня я только жжёг тут чтобы они запах не давали печку там все это сгорит а теперь что же то у меня получается теперь я им туда расселю в несколько слоев это не просто коробка коробка а тут сшит это ты смотри дерево плита вот где это дерево плита и каждый осень я кошек увожу в нем кошка не можете его продрать а для кошки то это специально еще есть вот она где так тут они у меня сбились кучу все коробку я выношу сюда садить не буду там нету никого проверить еще раз нету так теперь я коробочку со собираем все сидишь не ткнет ну видишь ну забери пушинки то в этом ты весь так я дергусь к держать я держу а давай одного ты мне сказал сколько 8 8 вот теперь надо вынести туда понесем и скорее надо запустить убирай не когда-нибудь посторонний что дневники дает особо наливать толстого очень подробно и я на кронштадтского возьму считаем письма я на златоуста олимпиаде другим но письма то же самое дневники он на каждый день все фиксировал а зачем вопрос даже задавать не надо зачем это наша жизнь чтобы не они открылась я его завяжу со мной пойдешь ты никиту можем взять как пример вот так там кошку привезли там особом одевайся быстро быстренько выйди коробку туда поставь за собой здесь быстрее закрывай она так теперь я это беру а потом заешь возьмешь можно так вот так можешь не прерывать так и вести уходим так вот пойдете вот это вот пойдете когда нам олести не принесете мне сюда эти чашки наполненные все время каждый день помните все начинаю снимаю я буду дороге говорить вот они вылетели вылетели я не мог я закрыть если бы я их закрыл то выпустил бы этих сегодня но я не могу выпустить потому что эти смешаются сразу из-за одного голода ночью я проверил его ночью и взят дернул а он с крыши показал голову он думает кто-то к нему лезет я скорее потихоньку я пошел так идем так идем а там горько не зашло видать выглядывает наоборот здесь не нужно было подойти что сажаем уходи просто на пуховере вот и подоислав как подоислав вот все пожалуйста шутка Не вырони эту аккуратную коробку. Бери ее, я примусь здесь. Аккуратно, вот так, все, завозь сюда, Никитов, заходи. Теперь смотри, где там окладки сизые. Вот один есть. Вот он, да? Видишь? Два, два. Видишь? Как узнать? А ты вылаживаешь, и выглядели один, два. Я у них рюношка выглядела здесь. Я такого не присылал, кажется. Ну да. Два. Сколько этих тут и посчитаешь их теперь? Они на полу. Вот они сидят, молодец. Иди сюда. Смотри, не дай, не дай. Включи себе. Вот они. Ну, примерно хотя бы пересчитать, сколько их есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, одиннадцать, двенадцать, тогда шесть, пять, шесть, семь, семь, семь. Ну-ка на двадцати этих и этих. Вот. Теперь вот у них, видишь, как сделано? Вот она висит на проволочке. Бышка никак не залезет. От пола, ну, метр, метр. Ну, это проволока, она может удариться голубь. Поэтому к ним привязал палочки, которые показывают, что есть. А палочку голубь не ударится, он видит. А проволочка, она обеходится, не пролетает. Они только садятся здесь. Видишь, вот это все надо знать. Вон он сколько сидят. Лестницу не убрали. Сейчас надо лестницу потихоньку убирать. Ты сможешь ее убрать? Убирай ее. Это для котов место. Вот теперь мешки висят закрытые. Видишь, это еда. Вот сюда, с этой старой загляни. Вот она. Смотри, там не свали. Там же тазик, вода. Ну а вдубай как? Уже за... Вот сообразить, куда наклонять. Как наклонять? Посмотри, как он стоит. Теперь наблюдай. Жарновами ворочает в мозгах своих. Ну, так, дальше. Так. Ну, еще дальше. Хорошо. Ну, 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 ну. Так. Дальше. Молодца. Молодца, держи. Иди-ка. Теперь надо оттуда вынести подальше. Вот так. Вот теперь я буду выпускать их. Посмотрите, как они будут. Там закрыли, все. Вот. петику. Тут узел неправильно завязан. Этот узел, ну, она сдвоенная какая-то, веревочкой. Поэтому... Надо развязать. Развяжи. Видишь, на веревочке еще узел. И отвязать ее, убрать. А ее свежи. Ну-ка. Вот он как. Вот смотри, как мы их упускаем. Ну-ка. Ого-го. Так, третий. Вот он. Дикари. Раньше освобождал от них. Пять. 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 Шесть. Ого. Еще один. Ну, сейчас сидишь тут. Ну-ка. Ну. А не оглядялся еще. Та же самая обстановка. Но. Через день-то забудешь, что тебя тут были. О! О! Он куда к тем. Все дома. Теперь это тоже пойти там сменить газету. Пойдем. Так, подожди-ка воды. Посмотри, сколько у них. Ну, воды хватает. Все, уходим. Мне надо хоть минут-два, чтобы глаза закрыть. Глаза уже не закрыть. Вот они где ходят везде. Бери. Бери. То есть, они вернулись и свои теперь. Думали, что потеряны навсегда. На самом деле, вот они. Видите, сколько. Они отдельно тех. Белые отдельно. Эти отдельно сбились. О! Ну, а теперь ночью задом придется перебирать. Узнать, какие и что. Вон они где. Ну, вот это что. Еда. Вот она. Висит. Сколько они? Полтонны. В прошлом году я считал. И вот эти тюрюки тоже все набитые. Набитые пшеницы. А тут нет. Ничего нет. Ну-ка. Вот. Пшеница. Видно? Вот так. Считай, сколько тюрюков здесь этих. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четырнадцать. Это четырнадцать. Видите, какие они большие. Четырнадцать. И плюс здесь висело везде на каждом крюке. Вот. Закрыто. Мышка ни одна не может попробовать даже. А у меня там не было этого сделано. Навалено. Десять мешков съели. Десять мешков. Шлимцы пропало. И мешки пропали, и все пропало. Теперь выпустить я их не могу. Жду, когда те залетят. Вот. Загнать нельзя. Только ждать. Каждый вечер проверять. Как только закроют их, тогда их можно выпустить. Держать. Шлимцы возьмем, чтобы сразу сверли их в одну. Ну все. Посмотрим, что тут у нас есть. Вот. Посмотри, какая. Дальше железную дорогу видать. Вон у нее. Приблизь. Напрямую, если от нас она идет, это Барнаул-Колунда. Примерно два километра с половиной. Может быть. Да-да, два с половиной. Да. Это огород тут. Рядом овешек держат. Все. Сходи. Потихонечку. Можешь вырубать. Сладь. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова